всем привет на канале александр эмбрест сегодня к нам в гости попал dewalt d25 602 sds max с очень очень некрасивым звуком включать во избежание травматизма его не буду давайте сразу разбирать с кнопкой у нас все в полном порядке поэтому откручиваем верхнюю часть вот эту черную и откручиваем полностью вот этот корпус рукоятки постов как рукоятка откручена начинаем ее снимать здесь у нас все вот эти контактики идут на быстросъемах так что потянули и они все снялись короче ручку откладываем вообще в сторону теперь открутим крыльчатку ну естественно снимем после этого можно откручивать вот эти 5 шурупов этот у нас прикручен к блоку электроники ну а эти естественно корпус после того как 5 шурупов эти откручены можно поднимать этот корпус вверх сняли теперь откручиваем 1 2 3 4 вот этих шурупа для того чтобы снять еще вот этот корпус так кстати забыл вообще сказать что мы разбираем то значит звук очень похож на заклинивший подшипник значит я так предполагаю что верхний подшипник якоря просто напросто заклинил возможно разводился поэтому мы к нему лезем давайте разбирать короче дальше можно чуть-чуть убрать в сторону электронику значит она у нас на проводках здесь после этого будет удобней с этим корпусом возиться затем можно вынять щеточки приподнимаем пружиночку и вынимаем щеточку пусть того как обе щеточки сняты вот так можно тянуть за корпус и доставать наш якорек вот этого корпуса со щеткодержателями еще один проводок уберу и тогда его можно будет вот так отложить в сторонку и заниматься дальше нашим молоточком изнутри наш молоточек перфораторчик практически идеально чистый я думаю все видят теперь откручиваем желтый корпус после того как открутили его давайте снимать опаньки его откладываем в сторону это переключатель двухпозиционной предохранительной муфты это у нас просто на защелочке вот такой стоит а вот эта часть надо повернуть вот такое положение и потянуть аккуратненько на себя она у нас стоит на шлицах вот на таких ответная часть вот здесь у нас в корпусе после того как вот эта фигня снята у нас появился нормальный доступ ко всем болтам которые держат наш корпус давайте раскручивать открутили этот пластиковый корпус и давайте его подымать так походу придется немножко подковырнуть аккуратненько отверточкой главное без фонетизма да так и есть подшипник один вообще просто развалился значит с нашей электроники вот в этот корпус механики идет всего лишь один проводок его мы отсоединим чтобы нам было удобнее все это дело крутить он у нас здесь стоит на быстросъемном соединении вот на таком это пока что можно отложить в сторону и заниматься чисто вот этой частью сразу с помощью магнита и отверток достал все куски нашего злосчастного подшипника из вот этого корпуса и давайте снимем нашу звездочку маленькую и цепку теперь давайте снимем большую звездочку аккуратненько подковыриваем отверточками и без фанатизма давим вот так отвертками вверх ее все снято чистанул чутка здесь корпус для того чтобы не замазать пол павильона но я думаю все понимают что если у нас здесь заклинил подшипник в этой части разводился то надо лезть и глубже для того чтобы проверить нет ли там осколков от подшипника поэтому давайте разбирать дальше отсюда пожалуй сниму вот этот блочок с пружинками чтоб он у меня не вылетел без сюрпризов было перфоратор кстати протер он все равно течет так что от смазки просто так не избавитесь подкладывайте что-нибудь чтоб стол не был черным как у меня блочок переключения тоже отсоединю от микрика и отложу в сторонку чтобы не мешало короче как можно меньше запчастей оставлю здесь ну а теперь пришло время поработать супер инструментом вот и наш боёчек как всегда если раскручиваю перфоратор то проверяю резинки здесь у нас она уже стерлась но это шестереночка я думаю все уже поняли так после этого можно доставать наш поршенек после этого можно доставать нашу шестереночку но после этого обязательно чисти руки ну и все запчасти тоже сейчас будем чистить наши запчастки и смотреть что конкретно под замену чистить тщательно проверяйте чтобы потом второй раз вам не пришлось ее эту вещь опять разбирать резинка на поршне у нас покажу короче разваленная вообще резинка на байке у нас уже сточенная смазка естественно однозначно вся под замену кстати говоря осколков подшипника вот в этой части я не нашел видимо все таки они провалиться не успели в механическую часть там где наш прошу не уходит ну да ничего полюбуйтесь на резиночку которая стоит у нас на поршне ее в некоторых местах просто порвало то есть так быть не должно обязательно такие резинки меняете потому что потом вас из-за этой резинки мог пропасть удар кстати для того чтобы снять шатун нам необходимо снять вот это вот ступорящее колечко она не дает нашему пальцу вывалиться из поршенька сняли потрясли палец вывалился и шатун вышел сам собой разобрал вот эту муфточку для того чтобы сделать дефектовочку но как оказалось здесь все вплоть до подшипников хорошем состоянии значит разобрать ее просто сначала откручиваете гайку потом вы прессовываете вот этот штырь который стоит у нас вот здесь и все не посеять шарики и должно быть 12 штук и вот в это отверстие запрессовываем наш штырек вот так у вас примерно должно получиться чтобы с обеих сторон он торчал одинаково с горем пополам очистил я это чудо техники насколько это в принципе было возможно ну и теперь можно говорить уже о том что мы будем конкретно менять под замену у нас две резинки первая резинка стоит у нас на поршне вторая резинка стоит у нас вот на этом боёчка потом меняем два подшипника на якоре который стоит вот здесь и который стоит вот здесь ну и естественно под замену смазка а так вообще в принципе перфект нормальном состоянии но перед тем как что-либо менять нам необходимо достать нашу злосчастную наружную обойму которая у нас засела в корпусе редуктора приступаем я эту обойму буду выбивать ударной отверткой буду чередовать сторону сначала так потом так 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 но и она естественно выйдет но для того чтобы хорошо зацепиться это отверткой я сделаю следующее возьму бормашинку вот с таким кругом и нижнюю часть обоймы там где ходили подшипнички шарики сами подпилю под прямой угол и у меня отвертка просто-напросто не будет соскакивать с этой обоймы то есть не будет гораздо легче и и выбить еще раз повторюсь обязательно чередуйте удары то есть один так один так для того чтобы не повредить корпус пять минут аккуратненько чередуя сторону по ударя отверткой мы получаем свободное целое посадочное гнездо после того как посадочное гнездо освободили ставим новый подшипничек ну и естественно собираем дальше лупанули немного смазочки в корпус и давайте ставить эту шестеренку опана значит здесь я тоже шестеренка не приподнималась нам надо все это дело поставить на какие-нибудь поставки я естественно как всегда использую деревянные колотушки теперь давайте соберем наш поршень для начала вставляем палец и фиксируем его нашим стопорным вот этим колечком затем надеваем новую резинку после этого сразу не отходя от кассы давайте на бою к резиночку натянем новую и отставим его в сторонку намазюкали наш поршенек новой смазочкой и вставляем корпус надеваем это все дело на шестереночку и после этого можно ставить нашу растровую втулочку обязательно прицеливайтесь чтобы поршень нормально в эту растровую втулочку вошел все ставится вручную теперь берем нашу вилку я немножко и смазал заранее и ставим на место вместе с крышечкой вот так теперь берем переключалочку ее тоже собираем вот так естественно мазнем смазочкой чтобы веселее ходить им было и будем ставить на место сразу не отходя от кассы чтоб потом не забыть давайте поставим микрик вот так теперь поставим верхний вот этот корпус теперь будем ставить переключалочку значит перед тем как ее ставить убедитесь что вы не потеряли вот этот шарик он как бы тут нужен чтобы фиксировать положение поставить его неправильно невозможно потому что здесь мамка и папка прицелились поставили и прикручиваем собираем дальше берем нашу шестереночку и ставим потом берем вот такую муфточку и тоже соответственно ставим до конца эта муфточка войдет только на режиме удар со сверлением так сразу загрузим все запчасти и будем поочередно их ставить кстати шлицы у нас здесь в идеальном состоянии этого я не говорил мазюкнули чуть-чуть и ставим сначала ударный болт потом две вот эти пластиночки затем вот такую конструкцию в догонку всей этой красоте налупил еще чуть смазки и ставим пружиночку вот так смазали растровую втулочку изнутри смазали здесь шестереночку вот эту потом смажем наш баечек и тоже естественно ставим теперь соединяем две вот эти красивые запчастки и скручиваем четырьмя болтами под шестигранник так значит теперь муфточку берем шестереночкой шестереночки и покручивая ставим поставили нашу эту муфточку и проверяем как и она крутится хорошо теперь ставим на звездочку цепь на маленькую и на большую тоже ставим вот так вот все это должно примерно выглядеть смазываем все это дело не забываем смазать вот это отверстие в него будет входить штырек который будет переключать режим вот этой муфты короче по крайней мере я его мажу так эту часть пока что отложим в сторону возьмем в руки вот этот корпус так поставим сразу резиночку которая у нас стоит между корпусами и не дает смазки выйти наружу поставили вот этот корпус поставили резиночку чуть-чуть намазюкали смазочки и сейчас будем соединять вот эти два корпуса прицелились и вставляем корпуса прикрутили и ставим штырек о котором я говорил оп после этого берем переключатель вот этот вот и защелкиваем в корпус обязательно сначала прицельтесь а потом тыкайте вот так первый пошел второй пошел что и смотрим вот так должно и у вас получиться то есть наш переключатель давит на штырек так так теперь давайте ставить наш вот этот желтый корпус вот так вот ну и естественно давайте его прикрутим теперь берем наш проводочек который идет от переключалочки и подключаем к электронике оп естественно сразу заводим провода эти затем можно в принципе взять и аккуратненько нашу электронику вставить на клычки в корпус теперь теперь берем проводочки и заводим корпусе в пазике для того чтобы ничего не пережало так так возьмем наш этот перфораторчик и отложим в сторону нам надо поменять вот этот подшипничек берем корпус с подшипником два супер инструмента и молоток вот наш подшипничек и вылез извлекаем подшипник из резинки берем новый и ставим в почищенную резиночку затем ставим все это дело в корпус перед тем как продолжать сборку обязательно чистим щеткодержатели они кстати говоря у нас здесь съемные если вдруг вам в корпусе их чистить неудобно так теперь берем наш якорек и покручивая вставляем все после этого вставляем аккуратненько вот этот наш корпус с подшипничком вот так и начинаем подключать провода так белый корпус прикрутили на 4 шурупа все провода подключили щетки поставили и теперь можно брать вот этот вот черненький корпус для того чтобы наш блок электроники не ездил давайте его первыми прикрутим а затем вот эти 4 шурупа прикручиваем теперь ставим крыльчатку теперь берем заднюю крышку как я уже говорил здесь у нас на быстросъемах подключение идет и прицеливаемся так этот переключатель чуть-чуть вверх надо давануть чтобы все сошлось и надавливаем все то есть быстросъемное соединение соединилось теперь прикручиваем заднюю часть к передней части ну и остался последний штрих так значит смотрим еще раз не торчат ли где провода все окей вроде и накрываем вот этим верхним корпусом ну и естественно давайте этот корпус прикрутим ну вот мы наше чудо техники дособирали поэтому давайте проверять значит нормальных деревянных колотушек мне стало жалко поэтому будем проверять вон атаки ну для начала регуляция оборотов ставим на низкие обороты ставим высокие ну а теперь непосредственно к проверочке это у нас удар со сверлением так ну а теперь просто удар ну а думаю видать что молоточек работает думаю из видео понятно что такой перфоратор обслужить в принципе проблемы ни у кого не составит что там сложного нету прикольный перфик ну а я надеюсь что видео было полезным поэтому подписываемся на мой канал делимся этим видео ну и хватит так ну а так 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»